какое пространство в своей жизни вы занимает очень необычный вопрос и тоже наткнулась посредством консультации других через ведение реализации своих проектов что огромное значение имеет какое жизненное пространство ты воспринимаешь своим поделюсь некоторыми моментами когда у меня есть проект про зарядку простые упражнения для каждого так как я с детства с ограниченными физ возможностями было и у меня среди была такая среда где были врачи доктора наук и так далее мне не передавали определенные упражнения как сделать так чтобы у меня все было хорошо и я очень сильно тренировалась в этом плюс моя сфера медицины даже первую помощь чем я в этом всю жизнь и я соответственно сделала этот проект и сейчас его делаю дальше просто смысле раньше это было просто моей жизнью она остается моей жизни просто сейчас я больше делюсь всем этим и я поняла что я воспринимаю жизненное пространство как свое все вокруг то есть когда я выхожу делать упражнения на улицу мне очень комфортно когда я иду в лес мне комфортно когда я иду в парк мне комфортно везде делать упражнения я еду в поезде мне комфортно выйти и сделать упражнение в коридоре потому что я очень спокойно воспринимаю пространство своим а я как раз посредством общения обратной связи поняла что человеку как бы очень многим некомфортно и одна из причин помимо того что там как меня воспримут будут пялиться и так далее есть еще тема что это как бы улице и автоматически воспринимается общественным местом это да но это же и твое пространство тоже ты же часть вот этого всего но у многих стоит очень такой жесткий внутренний блок что почему-то на улице они должны выглядеть красиво там супер хожина они не могут просто взять и выйти в какой-то простой одежде сделать упражнение на улицу даже во дворе даже там хорошо дворе ладно и сложно на спортплощадке то есть им даже вот в этом плане сложно и что уж говорить когда мы идем в сферу проектов где там не просто нужно чувствовать огромное пространство и ресурсы что должны быть твоими что это тоже ты можешь этим пользоваться то есть это в твоем что я приводила пример когда необычно ну вот возражение мне нужна команда чтобы что-то реализовать я объясняю что смотрите вы забываете в каком классном мы сейчас находимся этапе что если вы хотите вообще я я не знаю можно взять любой пример в общем команды уже есть везде во во всех соцсетях трудится огромное количество людей которые делают так что вы просто берете и выкладываете текст а там она уже все само то все настроено по дизайну то же самое там мой любимый пример это канва и там трудится там тысячу людей это международная компания unicorn и там такое огромное количество всего функционала шаблонов поддержки просто как что-то невероятное и это огромная команда это так как если бы вы реально наняли эти тысячи тысячи людей и вы просто бы сказали вот мне нужно чтобы просто пришел хочу такой цвет хочу вот это хочу вот это только это тоже самое только вам просто на кнопочки нужно потыкать или вы такой быть хочу снимать в фильм хочу свою музыку хочу и вот огромный список хочу свою книгу пожалуйста бесплатное издательство ридера и огромная команда трудится бесплатная доставка всем вам не нужно печатать эти книги вам не нужно заключать создательство ну как бы физически до куда-то ехать договор вам вам нужно просто только как бы написать и все и все это там разложить и таких примеров у меня просто десятки я могу из любой сферы области приведу вам такой пример потому что это и есть то самое как вы ощущаете этот мир насколько вы ощущаете что этот мир он весь тоже ваш что все жизненные пространства они тоже ваши что вы можете просто взять пойти и сделать это очень интересный пример просто вот заземлимся сейчас обратно насколько вам комфортно просто взять выйти на ближайшую площадку там школьную обычно это школьная спортивная вот и сделать упражнения вот если у вас уже на этом уровне возникает блок скорее всего большая вероятность у вас и в других областях сферах возникает подобный блок когда вы не вы просто не можете выйти даже в онлайн пространство и показать что вот вы такое есть что вот ваши проекты потому что у вас там миллион разных блоков и самое ключевое это конечно деньги это то что я сейчас очень сильно прорабатываю различные внутренние блоки касательно денег это примерно то же самое что вы не можете занять жизненное пространство что там вот эта тема очень известно что вам кажется что это моя фишка что нужно делиться перераспределять все поровну я человек из огромной семьи там большое количество родственников так далее я выросла вот именно что все должно быть поровну но деньги это не потом до меня уже конечно ну благодаря 18 лет подряд это все изучаешь и кое-что понимаешь попадаешь в различные ямы не физическом плане но хотя физически тоже ощущается вот и соответственно деньги это немного другая другая область то есть их и мне нравится эта фраза которая не моя и и которую очень хорошо транслирует что денег хватит на всех что их огромное количество и то что ты будешь зарабатывать вот так ту цифру который ты хочешь это не значит что ты как будто бы отнимаешь у другого человека это моя личная система у кого-то другие внутренние блоки вот я прорабатываю очень тяжело тема денег одна из самых тяжелейших проработок пока вот на данный момент потому что я хорошо помню себя с как раз там до примен там 16 нас 18 лет вот когда вот такие первые прикосновения к этой теме и это конечно просто гигантские внутренние блоки которые я ну вот я с вами делилась как я это все прорабатываю и вот да тема жизненного пространства еще это классно через танцы если вы посмотрите видео танцев ну во первых танцуете ли вы это тоже очень показательно на самом деле вообще любые физические какие-то упражнения они они очень ли вас они очень многое о вас могут сказать для вас самих не нужно никому это для вас про вас и танцы если посмотрите на детей как они классно умеют двигаться одно из но я человек там из биомедицина наука вот это соответственно пространство которое они занимают дети занимают небольшое пространство им в нем комфортно вы обычно если понаблюдать за детьми особенно маленькими там два-три года они постоянно везде всюду хотят пролезть все изучить все это жизненное пространство у них нет особых ограничений в голове ну кроме того что они там ударяются плачут и это типа окей стали пошли дальше вот мы со своими знаниями кучами внутренними блоками совершенно можем по-другому ощущать и по как показывает наш практика так и это и есть так вот когда дети танцуют они как бы занимают все пространство ну то есть все в смысле в своем вокруг себя если более like me see как взрослые многие взрослые которые плохо танцуют прилип на танцы которых не особо хочется смотреть вот на танцы которые хочется смотреть будет посмотрите они занимают огромное количество то есть они занимают все пространство которое им хочется вокруг себя не этом руки вверх руки в бок там не знаю, очень все широко расставлено, как хотят, так на улице танцуют, и все это снимают в видео. Да, кажется, что это там, ну, они же профессиональные танцоры, но в этом есть фишка, что это и в других областях то же самое. Мы что-то не делаем, потому что, ну, там, это же профессиональные предприниматели, это же профессиональные те, это профессиональные все. Вот. И нам кажется, что, не, ну, мы пока не можем так занимать жизненное пространство. Хотя вот в этом как раз и кроется очень-очень много ответов, что нам нужно просто хотя бы допустить мысль, что мы имеем право, представляете, ну, то есть до какой степени у нас могут быть блоки, что мы запрещаем себе даже иметь право. Вот, поэтому не нужно об этом там выходить, не знаю, кричать лозунги, митинги и прочее. Просто для себя самих, внутренне разрешить себе занимать жизненное пространство. Потому что все в порядке, вы не займете, там, не знаю, полпланеты. Мы на самом деле люди достаточно маленькие. Посмотрите на дома, посмотрите на эти маленькие окошечки наши, вот, на обычный домик, в который там человек спокойно умещается, и даже с большой семьей. Мы как бы все в порядке. Вот. Но когда вы внутренне освобождаетесь от этого блока, вы можете делать огромное количество всего, реализовывать, и это, правда, очень здорово высвобождает. Вот такая идея, такая мысль. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok